Всем привет! Я бы хотел в этом видео показать, как я смог себе облегчить проблему с input lag. Вот как вы можете видеть, это мой игровой сетап. Но суть не в нем. Также я показываю проводку свою в комнате. Она открытая. Вот одна линия на розетку, там другую, и свет. А вот эта линия, на которой феррит, на компьютерную розетку. Но феррит этот ничем не помог. Это zcat 3035, defis 1330. Вот, zcat, да. Итак, вот сейчас я показываю, что я сделал. Вот это, это феррит на 6000 магнитной проницаемости. Как бы, я вот его намотал. Ну как намотал, сделал всего один виток. Потому что остальная часть провода перегорожена вот этим заводским ферритовым фильдером в корпусе. Из-за него не могу дальше пропихнуть. То есть, ну можно было бы провод разрезать, намотать, потом скрутить. И все бы работало. Но даже так есть какие-то улучшения, которые я назову позже. Итак, вот я показываю феррит на 10000 магнитной проницаемости. Главное это дело все правильно наматывать. Вообще, стоило как бы и на монитор взять феррит с магнитной проницаемостью 10000. Но диаметр там внутренний очень мал. Я бы не смог его пропихнуть. Ну, наверное, стоило действительно разрезать провод, намотать, потом скрутить. И это было бы гораздо лучше. Но я сделал так. Ну, в общем, в чем заключаются улучшения? Мне кажется, что стало меньше щипать глаза. И появилась какая-то плавность на мониторе, резкость. Как бы проблема полностью с input lag не исчезла. Но все равно иногда бывает мышка как-то по-тупому ведется. Но как бы то, что перестало щипать глаза, я считаю это огромным плюсом. Я думаю, что ради этого вполне можно отдать рублей 500. Вроде 500 я за них отдавал. И как бы думаю, что проделать это будет полезно каждому. Это все равно гораздо лучше, чем менять там... Зачем-то некоторые меняют мониторы, там, мышки. И я хз, зачем люди это делают. Вот. Знаете, даже вот если у тебя input lag, мне кажется... Ну, вышла новая серия видеокарт вообще, ну, похуй. Если у тебя input lag, ты и так, и так нормально не поиграешь. Тебе надо проделывать совсем другие действия, совершать совсем другие покупки. Также я показываю вот, что у меня на проводе Ethernet есть феррит за 100 рублей. Но он тоже никакой роли не сыграл. И вообще я не уверен, что на Ethernet вешать феррит это хорошая идея. Но он у меня там висит, тем не менее. В общем, вот я рассказал и показал, что хотел. Вот на... Мысль на покупку этих ферритов меня потолкнули Илья Шатилов и Максим Блажко. Рама и Мюрдернова, соответственно. Название их каналов. Ну, в общем, вот. Пробуйте. Не знаю, кому-то может поможет. Я думаю, что... Как бы... Если вы проделаете это, это будет не зря. Как бы, если у вас хотя бы перестанет щипать глаза, как говорят многие инпутеры у них щипят, то это будет очень хорошо. Почему бы и нет? Всем пока. Всем пока.